Здравствуйте дорогие друзья! Давайте в этом ролике полюбуемся на замечательных жителей из парка Львов Тайган. Это Маркиз Леопард и сосед его Раджа. Вот, Маркиз посматривает по сторонам и, конечно же, увидев Елену Желябову, обрадовался, знает, что Елена пришла с гостинцами. И вот он уже угостился. Вкусняшка пусть и не такая большая, но главное, как говорится, внимание, дорогое внимание. Хорошую пайку ему и так дают, тайгановскую, а вот гостинчик всегда получить приятно от доброго светлого человека. И, конечно же, Раджа. Но Раджа это такой красавчик, который считает себя, даже не то, что считает, а ведет себя очень так благородно, достойно. И на вкусняшки он даже реагирует с таким большим достоинством. Вот, пошел попить. Интересно, что леопарды, которые распространены фактически по огромной территории Евразии, Африки, как раз-таки пересекаются и с тиграми, и с львами. С тиграми в Индии, с бенгальскими, на островах, океане, а вот в Африке со львами. И что львы, что тигры являются их главными конкурентами. Потому что леопарды умелые охотники, и частенько львы у них пытаются отобрать добычу. А вот тигры встречаются даже с дальневосточным леопардом, которых осталось всего три десятка. Вот, друзья, красавчик Маркиз лежит. Тоже полное достоинство. Красавец. Ну, леопарды, они действительно такая идеальная красота, как говорится. Не убрать, не добавить. Ну, впрочем, и Раджа, его сосед, такой же писанный красавчик. Так вот, если в Африке леопарды со львами частенько встречаются, то все-таки тигры с дальневосточным леопардом не так часто. И леопард очень избегает этих встреч, потому что тигр запросто может напасть на леопарда, так как гораздо сильнее и мощнее леопарда. Вот, друзья, заканчивается зима, в февральной исходе скоро весна, а в парке Львов-Тайган уже весна вовсю. Яркое солнышко, все аллейки просохли. После зимних дождей приятно прогуляться, посмотреть на обитателей парка. Вот, друзья, там в соседнем вольере тоже тигры парочка. Ну и Раджа с удовольствием переговаривается, общается со своим братишкой, Султаном. Теперь они два холостяка, так что, если раньше Раджа немножко ревновал свою подругу Леди Ди к Султану, который с ней заигрывал даже на расстоянии, то сейчас все нормально. Ревновать не к кому. Диана съехала из вольера Раджи, потому что немножечко они начали ссориться в последнее время. Непонятно почему. Вроде хорошо, мирно жили. Всегда он уступал Диане. Но тут, видимо, что-то в нем пробудилось. Вот, друзья, Раджа красив. Парк Тайган тоже. Спасибо за видео Елене Желябовой. Вам за ваши лайки и комментарии. Пока-пока.